По кочкам, по кочкам, по маленьким дорожкам в ямку бух. Приятные воспоминания с детства переросло в ежедневную реальность. Водители говорят, что проблема с дорогами в Мордовии стоит очень остро. Именно стоит, потому что ехать по такому желания нет. Оценить качество дороги можно с приходом весны. Этот участок отремонтировали год назад. И вот так он выглядит сейчас. В социальные сети выкладывали фотографии именно этой ямы. Теперь на ней стоит дорожный барьер. Та самая фотография, на которой видно примерную глубину. Девушки среднего роста, Саранская яма выше колена. Местные жители прозвали это место порталом. Вот только одному богу известно, куда этот портал ведет. Чтобы пересчитать все ямы на дорогах Саранская, не хватит пальцев на руках и ногах сотни людей. Между Берсеневкой и Светикстроем, там колдобины. Каждый год, кругом. Прямо ухода, домов нет вообще дороги, не осталось. Одни ямы. А где вы живете? На какой улице? На Войново. На пересечении Победы и Коваленко есть яма. Как раз там повороты очень опасные. Ее машины объезжают, и поэтому они заходят навстречу, и могут быть аварии. Глубокие ямы – это вот и Югозапское шоссе. Там, наверное, больше 15 сантиметров даже. И не засыпают ни кирпичами, ни чем. С Меркушкина такого не было. Городской рейтинг, который мы действительно заслужили. И продолжать его можно долго. 9 марта автоинспекция измеряла ямы на Лямберском шоссе в Саранске. Не всегда хватало мерок на линейках, чтобы понять истинную глубину этих порталов. Результаты инспекции отправили в мэрию. Но реакция на официальный документ оказалась весьма скромной. Водители сумели обнаружить лишь немного свежего щебня на дне одной из ямб. После гомеопатических доз щебенки стало только хуже. Теперь еще и в лобовое стекло камни прилетают. Остальные провалы только углубились. Хотя дорожники вложились в покупку знака – дорожной работы. Знак видно, а вот работы нет. За истекший период текущего года сотрудниками госавтоинспекции при повседневном контроле за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений, железнодорожных переездов выявлено более 600 недостатков в состоянии уличной дорожной сети. Основными недостатками являются дефект дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, разметки, освещение. Более 300 предостережений, 486 консультаций, 6 профилактических мероприятий от сотрудников госавтоинспекции и тысячи жалоб горожан. Реакция городоначальника на это максимально выдержанная. Мы сейчас запланировали уже денежные средства в пределах 25 миллионов рублей, которые будут потрачены на ямочный ремонт. На сегодняшний момент ямочный ремонт можно сделать только холодным асфальтом, но это недолго, опять же, хватит этого ремонта. Поэтому все-таки, где большие ямы, мы, конечно, сделаем, а где позволяет время подождать, мы дождемся, когда будут открыты асфальтобетонные заводы, они открываются у нас при положительных погодных условиях, при положительных температурах. Как только заходятся заводы, уже будем делать непосредственно ямочный ремонт горячим асфальтом. Положительные температуры есть, а асфальта все меньше. Если снег не пришлось убирать, потому что он растаял, то в случае с дорожными ямами матушка природа не поможет. Арина Мелешкина, Александр Зюзяев. Наши новости.